В бардаках, которые он всё ещё никак не может убрать, потому что хозяина напрягают то одним, то другим, то заказать чё-то, то забрать чё-то, то сделать чё-то, то скачать чё-то, то ещё чё-то, то ещё чё-то. И хозяин уже вымотался настолько, что даже хозяина смогла обидеть какая-то херня, хрень. Ну, правда, от этого человека этой хрени не ожидала, но в другом состоянии оно бы меня просто удивило неприятно. Короче говоря, кошка решила развеселить хозяина. Когда меня вчера обидела кошту в действии одного человека, дофига доброго, хорошего и всё такое. Ну, это в моём стиле, когда говорить, что о людях надо говорить хорошо, даже в любом случае. Короче, до хрена доброго и всё такое. Кошка начала скидывать обезьян. И сегодня только я поняла фартучек, который надо простернуть, ну, освежить, короче, чтобы он так вот там какой-то... В общем, надо освежить, а потом прогладить. На 15-ти минутке освежить. Скинула кошка. Красивый очень фартучек. Она сегодня тоже начала скидывать. Я сейчас умывалась, а слышу что-то такое странное. Ну, вот я решила заснять на камеру, как она хулиганит. Вот, вон она. Она вчера, и точнее сегодня ночью не давала мне спать, а в 4 ещё не могла уснуть. А она тут буянила, прыгала, бегала, отдала вместо обезьянки розовую мышку, лушу. Она с ней играла так, будто это собачка. Ну, собачки обычно так с мягкими игрушками играют, они кошки. Кошка Алиса. Ну, ты вообще, да. Она уже, вон, просто запрыгивает на клаву, ну, на крышку пианино. Без всяких там, допустим, залезть на тумбочку или ещё чего-то. Сзади меня вообще кровать ещё не убранная. Хотя, вон, у нас уже 10 утра. Большую не получилось достать. Большая далеко сидит. Большая, кстати, должна говорить, но я не уверена, говорит ли она ещё. При наличии всяких детей, которые к тебе приходят и не спрашивают, можно ли заходить в твою именно комнату, когда комната у тебя была одна отдельная от всех других. И на всё подряд нажимают. Не, есть адекватные дети, а есть те, которым не повезло с вниманием от родителей. И они ищут этого внимания очень странными путями у кого бы угодно. Хотя я, не, раньше я думала, что, ну, частично меня так навешивали это. Есть же такая теория, что человек рождается чистым, невинным и всё такое. Но я так не считаю. Всё равно есть какое-то мелкое осознание у человека. И в человеке преобладает либо добро, либо зло. Хотя я считаю, что зло — это неправильно принятое добро людьми. Ну, то зло, которое обычно выдаются за зло, это на самом деле как бы мудрость. А то добро, которое выдаётся за добро, это лицемерие и двуличие. Но это другая тема. Так вот, в людях есть и то, и другое. И что-то проявляется больше в некоторых. Потому что, знаете, вот меня, допустим, мама начитывала за какой-то плохой поступок и до меня доходила с первого раза. А есть те, которым говоришь-говоришь, и они делают такие всякие пакости. И даже стараются делать пакости. Вот ты сидишь, кушаешь, а тебе в тарелку внезапно пытаются скинуть то, от чего ты можешь в обморок свалиться. И даже не то, чтобы они осознают, что они делают плохо, а им это нравится. А ты говоришь, неужели тебе, а её, ну, этого человека начинают, допустим, её, его начинают ругать, взрослый другой человек. А ты говоришь, неужели тебе нравится, когда тебя ругают? А человек стоит и улыбается. Человеку действительно по ходу дела нравится, когда его ругают. И не то, чтобы человеку не оказывали там внимания, как бы ещё что-то. Короче, вот я считаю, что всё-таки люди не совсем чистые от доска, в которую можно что-то нарисовать. Можно что-то привить, там какие-то знания, умения, навыки, но вот как человек будет ими распоряжаться, это уже зависит от человека, от генетической предрасположенности. Ну, что, допустим, от осинки не родятся апельсинки. Если к осинке привить апельсинку, то, я думаю, родятся, если очень постараться. Ну, по большей части именно так и есть. Ладно, мышка пусть лежит, может, она будет отвлекать внимание. Собачка, которая очень нравится ребёнку подруге, которая приходит поиграть на пианино. И внезапно эти два ребёнка нашли общий язык. Я думала, что это будет бояться ребёнка, либо вообще кусать и царапать. Но она нормальная с ней внезапно. Давай, ребёнок человеческий, кошачий, нашли общий язык. Я вообще зашла чисто глянуть, что тут, но потом не удержалась и решила заснять этот процесс. Ну, сейчас пойду в душик. Вот, ну, вообще. Но у меня рука слегка дрожит, потому что второй рукой я сейчас не держу его. Не, мне писали, что есть какой-то... Забыла. Ну, какая-то фигня, держащая телефон, и она не позволяет телефону дрожать. Но я думаю, что мне надо будет фигню для этой фигни, чтобы она не позволяла фигне дрожать в моей руке, которая иногда дрожит. Вот этот котёночек ей для того, чтобы она играла с ним. Видать, она угомонилась, поняла, что у хозяина уже хорошее настроение, и можно уже не скидывать обезьянок. Да, ковёр надо бы как-то пропылесосить. Я думала, в четверг смогу убраться, хрен мне. Я думала, в пятницу смогу убраться, двойной хрен мне. Но тут я вроде как собираюсь другие дела сделать. И вообще жарко, думаю, может быть, завтра получится пораньше встать, и можно будет пропылесосить. И вообще тут два дня уже купалась. Ну, что, что я плавать не умею, я в воде лежала, первый день 40 минут, а второй день почти 30. И сегодня, наверное, уже к вечеру сгоняю. Пока, телезритель!